Не позднее 1 апреля 2016 года гражданам из числа самозанятого населения, чей доход за 2015 год превысил 300 тысяч рублей, необходимо оплатить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 1% от суммы превышения. Для раздельного учета страховых взносов с этого года внесены изменения в коды бюджетной классификации. Есть отдельный КБК для уплаты пенсионных взносов в фиксированном размере и отдельный КБК для уплаты 1%. Значит, по единой форме отчетности, особенности единой формы отчетности отражается уплата страховых взносов за периоды с 2014 года единым расчетным документом без выделения страховой и накопительной части. Второе – это отражается задолженность по страховым взносам до начисления и уплаты страховых взносов за периоды 2010 и 2013 годов. Третье – в новом подразделе 2.4 формы отражаются особенности уплаты страховых взносов по дополнительным тарифам по результатам проведения специальной оценки условий труда с 1 января 2014 года и аттестации рабочих мест до 1 января 2014 года. В индивидуальных сведениях не указывается сумма уплаченных страховых взносов. Единую отчетность 1 января 2015 года необходимо представлять в территориальные органы пенсионного фонда ежеквартально не позднее 15 числа 2 календарного месяца в бумажном виде и в электронном документе не позднее 20 числа 2 календарного месяца, следующего за отчетным периодом. Также с 1 апреля 2016 года вступает в силу новая форма отчетности по персонифицированному учету. Страхователь ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, то есть месяцем, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице следующие сведения. Первое – это страховой номер индивидуального лицевого счета, фамилия, имя, отчество и идентификационный номер налогоплательщика. С учетом выходных и праздничных дней первую отчетность необходимо представить не позднее 10 мая 2016 года. Хочу обратить внимание на то, что за непредставление страхователям установленный срок либо представление им неполных или недостоверных сведений, к такому страхователю принимаются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. Сегодня актуальная тема – это получатели заработной платы в конвертах, поэтому мы тоже сегодня хотим остановиться на этой теме. Такие застрахованные лица рискуют остаться без пенсии. Официальное трудоустройство и получение официального заработка сегодня играет первостепенную роль в формировании будущей пенсии работающих граждан. Случаи неофициального трудоустройства и выплаты заработных плат по серым схемам до сих пор, к сожалению, нередко встречаются. С одной стороны, это негативно отражается на налогах и сборах, взносах во внебюджетные фонды, включая пенсионный фонд. С другой стороны, неофициальное трудоустройство и теневая заработная плата больно ударяют по будущей пенсии работника. Фактически при определении права гражданина на пенсию оценивается его трудовой путь. Это важнейший принцип прослеживается в ключевых нормах действующего пенсионного законодательства. Таким образом, основными и наиболее распространенными видами пенсии в Российской Федерации являются страховая пенсия по старости и накопительная пенсия. В рамках формирования страховой пенсии каждый год официально отработанный гражданином учитывается в виде количества заработанных пенсионных баллов. Количество баллов зависит от суммы взносов, начисленных работодателем, за своего сотрудника на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10% от фонда оплаты труда. Накопительная пенсия формируется за счет взносов работодателя по тарифу 6% от фонда оплаты труда, уплачиваемых, опять же, только с официальной заработной платы. Соответственно, при формировании пенсии учитывается только официальное трудоустройство и официальная заработная плата.